Всем друзья привет! Сегодня у нас, чтобы не соврать, то у нас мая, то ли 18, то ли 19. Счастливый, времени не наблюдает, горячий сок не наблюдает, но не важно. Работаю на пасеке, сегодня решил магазинчики покрасить, одну сторону прокрасил, сейчас дам подсохнуть, краска сохнет быстро, тут немножко потекло, надо бы ее и растянуть, вот, держась легким движением, легким движением кисточки, мы с вами, красочка вот такая, у меня цвет намешал, себе, но дело не в этом, дело не в этом, стоит моя машинка, вот, ветер, ветер, холод, уже достало все это, но плакать не хочу, вот, семьи потихоньку развиваем, вот, семьи немножко торопим для медосбора, но, но не все еще готовы, и встает вопрос у пасеки, которая всегда идет на расширение, на увеличение, вопрос встает с сушью, или второй вопрос, как поднять пчел на сушь во второй корпус, вот это моя семейка, поставлен здесь второй корпус, вернее полукорпус, магазин, вот, здесь в середине, в середине, как мы видим, есть пчелка, по краям ее еще маловато, но будет выходить расплод, и этот магазин будет заполняться медом, да, и пчелки что-то несут, вот здесь такой, в рамочке магазинной, напрыск, если видно, подстраивают соты, вот, видите, блестит, несут, в предыдущем видео я уже показывал, как я, я показывал уже, как я усиливаю семьи к медосбору, вот, после медосбора я их буду ослаблять, потом буду опять усиливать, какие посчитаю нужным, потому что, ну, у меня параллельно идет работа и по отводкам, и по выводу маток, поэтому у меня немножко такая своя технология, с которой не все согласны, но я для себя выработал свой стиль, он мне приносит, тяжело, тяжело, но мне приносит удовлетворение, что есть какой-то результат, а вы знаете, когда я наращу пасеку до 100 мощных семей, когда мне легко будет делать отводки, мой труд, думаю, что вот 100 семей, мой труд, наоборот, облегчится, в плане чего, в плане того, что будет материал, материал по пчеле, вот, но сегодня ролик о другом, о том, как я отстраиваю в магазинах суш, и как я поднимаю туда пчелу. Я не зря вам показал последнюю семейку, это семья, то есть мы разговаривали с товарищем, он говорит, Сергей, тебе, наверное, будет интересно посмотреть, как семьи твои с отводков развились до полных, вышли на вторые корпуса, как они строят вощину, вот, как в магазинах, как они поднимаются туда, потому что с этой пчелой я не собирал еще мед, я вижу по ней, что она работает хорошо, что работают хорошо матки, но нету результата, я уверен, что результат будет, но его надо показать, его надо доказать, вот, поэтому я сегодня поставлю три магазина, то есть один магазин я буду ставить в разрез, там, где у меня пчелы уже побольше, и, как я всегда говорю, это сильные семьи, которые поднялись уже на второй корпус, в разрез я буду ставить магазин просто с вощины, поэтому я крашу вот эти вот деревянные корпуса, вот, и один корпус я поставлю на Бененхаус, тоже так же в разрез, а в другую семью, другую семью, которая еще не развилась на полный корпус, да, я попробую пчелу поднять в магазин, хотя бы потихоньку, и как она там будет строить этот магазин, мы с вами увидим, не в этом ролике, а в дальнейшем, я обязательно вам покажу, но сейчас просто покажу, что я делаю, вот, я зарядил магазин, так вот, у меня такие вот рамочки, вот, стараюсь овощинку опустить здесь до нижнего бруска, а вверх они подтянут сами, вот, поэтому они строят лучше вверх, к верхнему бруску они точно прикрепят, а если снизу оставлять зазорчик, он может так быть и не закрытый, ставлю 10 рамок, 10 рамочные улей, почему, потому что мне нужны рамки с чистой, с белой овощиной на акации, а какая это семья по силе, вот, я смотрю, открываю магазин, в этом магазине я вижу, что вот здесь вот пчела, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, и на седьмую улочку переходит она, здесь уже складывает медок, ну, а чтобы в этом убедиться, мы видим с вами, что вот они снизу, рамочка тяжелая такая, вот, примерно на 30, процентов на 40 они залили с обоих сторон, поэтому, поэтому я заглядываю в гнездо, здесь начало сезона, вот это вот новые рамки, отстроенные с вощиной, вот, раз, два, три, третья рамка была последней, ну, вот, кардаван отстроил таким образом вощину, и вот такое уже на предпоследней рамке расплод, то есть на эту рамку я расширяю, кардаван не любит, когда рвут гнездо вощиной, установил магазин с вощиной первым, и сверху ставлю магазин с сушью, там, где работают пчелки, сейчас прохладно, но пчелы работают хорошо, начинает свисти желтая акация, мы видим, пчелы идут тяжелые, идут с нектаром, вот, вот, пачками-пачками подходят, тяжело садятся на прилетку, надо им делать дополнительные прилетки, увеличивать их, потому что взяток, по всей видимости, будут нарастать, потому что впереди у нас черноклен, и вот я думаю, что как раз на черноклене, перед акацией, они отстроят не этот магазин, ну, а если работать хорошо на акации будет, то в разрез я им поставлю потом дополнительно третий магазин, ну, и дай бог, что мне эта семья принесет хотя бы столько рамок магазинных акаций, если акация будет свисти. Ну, а в этой семье я снял две рамки с расплодом, они у меня стоят в стороне, эта семья еще не вышла на полный корпус, но я ее буду усиливать, поэтому магазин показываю, установку магазина и подъем пчелу на овощину, я показываю вам просто, как я это делал раньше. Ну, сделал я такое вот окно, беру рамку и опускаю через магазин. Вот, рамочка у меня установлена с этой стороны вощинка и подставляю, как видите, с этой стороны. Вот, пчелка будет подниматься, греть расплод и параллельно она будет строить вощину. Теперь задвигаем, есть у меня еще одно оконце. Вот, и во второе такое вот окошечко я опускаю рамку с расплодом. Все, две рамки у меня наверху, вот эти вот две рамки будут отстраиваться и вот эти две. А как это будет происходить, я, друзья, буду показывать. В заключении, друзья, хочу показать вам трутня, который должен быть, который должен мне вернуть цвет. Вот он, видите, еще недостаточно его много, но из-за этого я работаю, работаю на пасеке своей, даю возможность соседу как бы развиваться. 42 маточника мы ему установили, вот, так что, чтобы насытить вот таким трутням и вернуть цвет нашей пчелки. Молодой трутень. Так что, это не отцовская семья, он сюда прилетел из другой. Здесь я маточку ищу, которая, по всей видимости, находится на облете. А может быть, ее уже нет. Ну, как пчела себя ведет спокойно, я думаю, что вот они красавцы. Вот, я присел. Завтра посмотрим работу пчелок на вощине. И сегодня я сделаю такое небольшое объявление, коммерческое. Все знают, что у меня есть инструментальное осеменение маточка корнюла. Отличная матка. Сейчас давайте посмотрим ее. Да, вот, у нее уже вот такой свой расплод. Я здесь забрал рамочку с печатным расплодом на выходе. Поставил в улей для того, чтобы вывести там маточку F2. Вот, как бы закладки я пока с них не делал. Вот это вот на эту рамочку я расширял. Ее пчелки готовят. Вот, конечно, если бы еще та рамка была, та печатная была просто. А здесь они уже и медок понесли. Можно было бы поджать семейку. Ну, здесь они и строят еще, строители хорошие. Не вижу пока маточки. А вот на крайней рамочке, там, где печатка была, и уже она на выходе. Вот с этой стороны тоже пчелы много. Развивается отворок. Вот она, маточка. Так, прикрыли девчонки. Нашли мы ее. Сеет. Вот такая пчелка. Здесь пчела полностью этой матки. Сеет на глазах у нас. Так, так, подвинься, подвинься. Не мешайте мне. Ай, красавица. Так вот, если у кого-то будет желание, я сделаю закладку. Для себя я пока не буду делать, для того, чтобы не разводить. Я выведу к зиме, наверное, 4-5 семей для себя. А кому будет интересно попробовать, тот может заказать себе маточку. Маточка облетится. Можете взять плодную матку. Также я ее продаю по 1000 рублей. Буду продавать не плодочки 500 рублей и маточники 250 рублей. Но те, кто приедет с маточниками, должны понимать, что вы должны привезти ящик с пчелами на рамках, куда мы поместим заказанную рамочку с маточниками. И вы спокойно довезете обогреваемые маточники до дома. И уже своих маточек вы облетаете на вашем трутне, какой вы посчитаете нужный. Кто на бакфасте, кто на карнике. И можете проэкспериментировать. Если есть желание, пишите, звоните. Мой телефон 8-912-421-7353. Ну вот прошло два дня. И мы с вами видим, что башинка строится. Берем рамочку с другой стороны. Как вы помните, там была рамка у нас с расплодом. Ну и здесь вот она строится, уже вверх подтягивает. Я почему вам говорю, что вниз они закроют обязательно, а вверх им сложнее это делать. Вот сейчас я рамки поменяю. Наверх я поднимал две рамки. Ну, прошло два дня, ребят, всего. И я им поменяю, а через четыре дня я опущу рамку вниз. Вот эта вот крайняя, как-то не очень мне понравилась строится. Да, только-только начали цеплять ее. А вот следующую вот эту вот, давайте посмотрим. Да, строится тоже, мы видим. Вот, с этой стороны получше. То есть у них силы не на ту сторону пошли, а на эту. Поэтому сейчас я эти рамки уберу, им подставлю ващинку отсюда. И у меня гнездо через четыре дня будет фактически отстроенное. Ну, а вот, ребята, мой трутень, к которому я стремился, делая отцовские семьи. Так, поймать не могу. Вот он. Посмотрите, чем отличается он от пчелки. Он желтее ее. То есть, вот, если мои новые маточки облетятся вот именно на таком трутне, то вернется полностью желтый цвет, как маток. То есть произойдет инбридинг. Вот теперь мне надо этот год и следующий год работать именно для того, чтобы этот трутень насытил все пасеки, окружающие мою пасеку. Вот удивительное дело в этой семье. Сейчас я одну рамку убрал, искал. Здесь вот у меня стоит на этой рамочке, которую сейчас я вам показывал, да, доставал где трутень. Вот крест. Здесь был маточник тихой смены. Матка F1 прошлого года. И почему-то потянули маточник тихой смены. Он долго висел, висел, висел. Буквально перед дождями дня 3-4 назад я глянул сюда, его уже не было. Матка на месте. Работает. Что происходило? Ну, матка осталась, матка работает. Но семья как бы не получила того развития, на которое я надеялся. Вот. Ну, пчелки вот такие вот. Как сказать? Добрые. Придавил, наверное. Радуюсь, чтобы пчела была. Хочется, чтобы, вернее, пчела получилась доброй. Чтобы можно было работать открытыми руками, не спеша. Чтобы работа была в удовольствие Ну а что же, ващинка Которая, магазин поставлен в разрез Конечно, позднёхонько я пришёл посмотреть Так уж поздненько работаем мы Вот, ну здесь Ой, гнездо тёплое Строится замечательно Давайте ещё посмотрим Одну-две рамки Я думаю, что до акации Как я и планировал Овощина будет отстроена в этом магазине Да, видим и здесь строится она прекрасно Вот, ну сколько, дня два Вон там, тоже рамочка крайняя Строится, пчела есть Так, давайте вот это вот посмотрим Тоже посередине Ох, тепло какое идёт из гнезда Да, тоже, тоже самое Всё, строительство идёт в полном В полном объёме Ну и во втором корпусе мы тоже видим В магазинном корпусе есть пчела И рамки такие уже тяжёлые С напрыском, как я показывал С метком майским Доживёт ли на той рамочке, на соседней Короче, два магазина к акации будут, думаю, готовы В этой семье А до акации у нас остаётся Неделька Вот, потому что в городе уже На окраине, я смотрю Начинает, начинает уже Кое-какие белёсые цветочки появляться Ну и, как правило, после этого У нас в районе Акация начинает свисти ровно через неделю Раз сегодня 23-е число у нас То, значит, через неделю Ну, как обычно, 1 июня Как я говорил Понимаете, деревья, они не помидоры Их плёнкой накроешь Они раньше цвести не будут Поэтому, я думаю, что в районе 1 июня Акация начнётся Ну всё, всеми друзьям привет С вами был Сергей Лукицов